Всем привет, добро пожаловать на канал. Меня зовут Кевин Свенсон. Сегодня понедельник, 5 августа. И у нас было очень жесткое начало недели. Биткоин слева, S&P 500 справа. И мы увидели очень сильный спад в обеих рынках. Как вы, наверное, знаете, японский рынок обвалился и ударной волной накрыло глобальные рынки. Что довольно очевидно, это то, что глобальные рынки очень сильно повлияли на биткоины, криптовалюты. Когда есть значительный страх в глобальных рынках, этот страх становится заразным и перетекает в биткоины и альткоины. Этот график выглядит довольно плохо. Ужасно. Нынешнее движение цены. Но если вы отдалитесь и посмотрите на биткоин на недельном. Возвращаясь к 2023. Каждый раз, когда у нас было сопротивление, мы переворачивали его в новую поддержку. Сегодня мы прикоснулись к предыдущему сопротивлению от одобрения биткоина ETF. Это недельный фитиль и мы дотронулись до него. Это движение цены технически все еще конструктивное, в макро перспективе. Большинство людей не захотят это слышать. Они захотят, чтобы я просто сказал им, что это конец. Мы пойдем на ноль. Биткоин уйдет на ноль! Но я вижу что-то немного другое в графиках. Глядя на месячный график биткоина, у нас есть восходящая линия тренда. И мы на самом деле выше этой линии тренда. Эфириум также имеет восходящую линию тренда на недельном. Макро аптренд и эфириум протестировал сопротивление 2023 как новую поддержку. Эта зона была прямо в пересечении нескольких вещей и рынок очень быстро спустился вниз. Это была очень мерзкая коррекция, нечего больше сказать. Многие были шокированы движением цены эфириума, но это все еще конструктивно. Это было бы деструктивно, если бы мы пробили линию тренда и не удержали бы предыдущее сопротивление как поддержку. Это было бы разрушением тренда. Я могу только представить себе, что напишут люди. Кевин, это чушь, это неконструктивно, как ты можешь это говорить? Мое портфолио упало. Ну да, эфириум слил все прибыли с начала 2024. Так что очевидно это нехорошо. Никто не радуется этому движению цены. Но одно упражнение, которое я люблю проводить, это смотреть на эти графики, как будто вы не знали, какое название у актива и не знали бы даже таймфрейм. Может это часовой график? Все, что вы видите, это восходящий треугольник пробития, ретест, зоны пробития и выглядит как хорошая точка входа. На биткоине выглядит как будто мы идем по лестнице наверх. Представьте, что это часовой график неизвестного актива. Хорошее мысленное упражнение. И если вы посмотрите на биткоин на годовом графике, похоже, что он просто продолжает расти и устанавливать новый all-time high. У нас одна годовая красная свеча за один раз и потом несколько годовых зеленых. Халвинг – огромная зеленая свеча. Один годовой откат. Три свечи наверх. Халвинг – один год вниз. Пока что две зеленые свечи. Осталось полгода на этой свече. Будет ли это 1, 2, 3, 1, 2, 3, то знает. Но это то, что мы обычно видим на биткоине. Проходя через эти циклы на недельном в 2017 биткоин пережил 7 40% коррекций на пути наверх. От 200 до 20 тысяч долларов. И сейчас мы видим 30% коррекцию. Она немножко более длительная, чем в 2017, потому что маркеткеп гораздо выше. Невозможно двигать цену так легко. Коррекция на 30% в середине основного аптренда. Это не ненормально вообще. Это не комфортно, не весело, но не ненормально. Теперь рынок альткоинов. Это то, что я думаю, большинство людей чувствует. Если вы перейдете сейчас в социальные сети, происходит абсолютная паника на тему того, что кажется биткоином. Но биткоин на 53 тысячах и халвинг только что произошел. По моему мнению, биткоин все еще хорошо себя чувствует. Могло быть лучше, но это не худший сценарий. Даже не близко. Альткоины. Это то, что провоцирует весь этот негативный сантимент. Много мелких монет упали 70, 80 и даже 90% уже прямо сейчас. Так что альткоины это на самом деле то, что создает это разрушающее чувство или сантимент, который вы наблюдаете в социальных сетях. Это не биткоин. Вы можете видеть, что я отметил предыдущий цикл, показывая каждую фазу и сравнивая с новым циклом, в котором мы сейчас. И мы в теории в консолидации. Вершина, уменьшенный максимум, аккумуляция, пробитие сопротивления, консолидация, движение наверх. Вершина, уменьшенный максимум, аккумуляция, пробитие сопротивления, консолидация и в итоге движение наверх. Люди скажут, Кевин, как ты можешь говорить, что мы пойдем наверх? Как ты можешь сохранять бычий настрой, когда рынки упали? Ребята, говорят, что покупать надо когда кровь течет по улицам и будьте жидны, когда все боятся, но почему-то все забывают это. Люди просто их эмоции накрывают и каждый раз, когда рынок спускается очень резко. И они говорили, что если биткоин пойдет под 50, я куплю, но когда это происходит, они этого не делают. Их любимый альткоин гораздо ниже той точки, где они сказали, что купят, но они все еще не покупают. И вот почему большинство людей не успешны. И это крипто, оно безумно, оно абсолютно дикое, оно вскружит вам голову, оно опустит вас на колени, если вы позволите. Но на этом канале я почти никогда не спускаюсь ниже дневного графика, только дневной, недельный, месячный, сегодня даже годовой. И когда я смотрю на эти более крупные таймфреймы, я не вижу ничего неверного. Тем не менее, для биткоина 49 тысяч было этим предыдущим сопротивлением от одобрения ITF. И это именно то, откуда мы и отскочили сегодня, вместе с обтрендом. И если биткоин не смог бы удержать предыдущее сопротивление как новую поддержку, и мы упали бы под эту линию тренда, это было бы гораздо более деструктивно, и скорее всего привело бы к гораздо более серьезной просадке. Откроем Фибоначчи. Если бы мы пробили линию тренда, да, тогда бы я мог предположить, что биткоин спустится, может быть, на 37 с половиной тысяч. Я бы хотел увидеть, как месячная свеча закроется над 59 тысячами, или примерно в районе 59 тысяч. Сопротивление 21-го года. Если месячная сможет вернуться обратно на 59 тысяч и закрыться здесь, это будет еще один серьезный фитиль, указывающий на большое количество спроса под уровнем в 60 тысяч. 59 тысяч – это то, где я хочу, чтобы закрылась свеча, и сейчас только 5 августа, так что еще много времени. Недельный график сейчас понедельник, так что есть много времени. Для того, чтобы это изменилось, мы можем увидеть это как бычий молот. Если она закроется внутри этой красной области, это будет бычий молот на недельном. Это то, что я хотел бы увидеть. Неделя и месяц над 59 тысячами – это самая важная задача, которая сейчас есть. И если мы это сделаем, мы, скорее всего, стабилизируем эту зону, может, протестируем еще раз вниз, но в итоге будем ждать продолжения в этот цикл. Есть также, что сказать на тему того, что происходит глобально. Сейчас военное время – это график военного времени. И прошло много времени с последнего раза, когда мы видели график военного времени, возвращаясь к Афганистану, Ираку. Очень рубленное движение цены. Было не только о войне, было много экономических проблем. Если вы вернетесь назад во времени, один из интересных моментов – это война во Вьетнаме. Невероятное рубленное движение. Так что графики военного времени обычно рубленные. Это не означает, что вы не можете расти. Не значит, что вы будете только падать. Обычно это жестокий боковик. Многие люди моего поколения привыкли к наблюдению нулевых ставок и прямых линий наверх. Но сейчас я не думаю, что мы в этой точке. Мы больше не в Канзасе. Как вы видели, как отыгрывают эти графики войны, они просто кружат голову. Они не идут просто наверх или вниз. Это уменьшенный максимум на S&P, уменьшенный минимум, увеличенный максимум, уменьшенный минимум. Вещи, которые даже не будут иметь смысла. Это то, как выглядит военное время для рынка акций. Олэри Финг недавно сказал, что биткоин – это ставка против оптимизма. Исторически это неправда. Но если толстые коты со всеми деньгами решат, что это нарратив для биткоина, и они будут для этого использовать биткоин, то биткоин может получить пользу от неопределенности, если они будут относиться к биткоину, как к ставке против оптимизма. И будем надеяться, биткоин будет чувствовать себя хорошо в неуверенные времена или в уверенные. Хотят люди тихую гаванили спекулировать, это мы еще посмотрим. Но опять же, возвращаясь к тому, что я говорил, недельный, предыдущее сопротивление, новая поддержка, восходящий тренд эфириум, предыдущее сопротивление, новая поддержка, восходящий тренд макро. И еще раз макро, я не говорю о четырехчасовых графиках, я даже на них не смотрю, на этом канале мы не смотрим на мелкие таймфреймы. Только недельный, дневной, месячный. Я думаю, что рынок стабилизируется в этой зоне, и мы можем увидеть много восстановлений в рынке альткоинов. Большинство из них абсолютно перепроданы и не заслуживают такой оценки, если честно. Многие вещи начнут отскакивать.